друзья всем привет мы снова великом новгороде и сразу хочу похвастаться ведь именно мне нету ни проводов и я могу отойти подальше идти разговаривать с вами и вы меня будете прекрасно слышно могу залезть до наверх с вами разговаривать у меня будете слышать но как вы уже могли догадаться мой коллега подписчик сергей подарил мне беспроводную петличку боя как она выглядит 2 там на камере вот это очень хорошая новость конечно же ну а плохая новость у меня сегодня телефон тур у меня был закрылся медным тазом все контакты короче с него слетели нет ни одного контакта не осталось сегодня приеду дома как-то буду все восстанавливать вот поэтому купил себе вот другой телефон вот и не знаю хороший нехороший короче телефон телефон дело в том что те деньги которые надо было разыграть на 10000 подписчиков короче я за них телефон тебе также теперь ждем 20000 вот как-то вот так вот хочу делать мы же не работаем вот на камеру все снимаем на самом деле все я шучу розыгрыш будет я в любом случае выберу одного или двух победителей вот они будут устроить какой-то знаете по какой-то сайт там вносить некий там на бумажках писать мешать доставать оттуда будет там ну нибудь такого дела просто раз два может быть три потому что я так уже заспойлерю на будущее я вот говорил что 10 тысяч рублей даю я потом 10000 дает 25 миллиметров и два подарочных сертификата по 5000 рублей дает магазин эти технологии вот билет то есть подачи сертификаты на то что вы могли в этом магазине что-то купить это там где тут мы купаем спецодежду и все остальное вот такая вот новость а ну еще и дениска там сказал что вроде он на кому-то там 5000 если что тоже даст то которая и рака новый день да смотрите подписаны на него канала ров мото тоже делать пальцевой кровли вот я сказал тоже добавить кому-нибудь из всех людей которые повезят еще сверху 5000 рублей а может они даст не знаю ну в общем сумме уже 35000 так что я думаю примерно к этой цифре мы подойдем месяца через полтора и когда мы уже будем подходить останется таки то тыси ну 150 подписчиков я еще раз сделаю анонс по поводу этого розыгрыша можете еще прибавиться кто-нибудь захочет еще что-нибудь подарить вот поэтому все будет нормально и все будут в курсе ну а теперь что у нас здесь происходит ребята уже везде поставили металл по карнизу вот поставили капельник конденсата поставить сетку перфорации и сейчас уже ставит крюки под восточную систему галика подвесную сейчас мы поднимемся наверх юра он будет благим матом ругаться а может и не будет это на дом углу он уже долго сидит дело в том что на висках скорее всего я думаю что углы у дома в разных плоскостях и он каждый угол теперь гида уровнем пробивает с моря где чего куда пойдет ну мы господи поднимемся да еще у него сами узнаем как у него дела обстоят пойдемте значит так ребят вот небольшое отступление скажу вчера когда там углу снимал вот там жаловался там короче и все такое поднялся здесь все снял тоже как у реки ставят как все самом деле оказывается не стоя не снимал и пришлось приехать сегодня опять сюда чтобы все отснять но хотя бы какую-то часть по водосочной системе галика значит желоба сами желоба они в пленке цвет у них серый вот 23 или 70-24 можно сказать вот далее идут воронки обычные все очень похоже как у aqua system вот уголки правда вот такие закругленные надеюсь видно вот они такие интересные и раз такие вижу но посмотрим как будет ставится и сами сами соединители вот все сейчас пойдем ставить монтировать я думаю ничего в этом сложного нету все то же самое что и с другой любой его досточной системы наподобие aqua system друзья мы на крыше сейчас ребята раскладывают желоба крюки уже стоят в основной массе до осталось это процентов 30 основ на страну только осталось и все вот и сейчас уже будем ставить желоба сегодня ветерно холодно поэтому одел шапку куртку вот тепло отлично ну и потом после всего покажем как собираются эти желоба вот будет еще кое-что сказанное мной я думаю вас приятно это удивить очень так что так пойдемте сюда к юре так юр ты откуда будешь начинать самого угла так сейчас мы поставим поближе камеру сейчас все будет видно если я еще и настроил и вариантах еще и поближе сейчас поставлю к так если поближе спустим а на записи стоит потом резону так и нижняя получается надо и не лучше не она вот далеко стать получать хорошая трех ножка о чуть-чуть в эту сторону дырка топором давай повернем камеру о чем тут разговариваем у нас поле и сфотографируется с какой я приблуды мы тут такое так воронка я не знаю правда будь то слышно не будет потому что микрофон на мне но я буду озвучивать я как звуку оператор короче но нужно моменте это обязательно и обязательно надо карандаш осунуть в рот а то ничего не получится и обязательно он должен быть желтый ну слушай тот который ты нам дал этот дельтовский он зубы не доходишь то как делать сначала на один желоб надеть полностью мне надо отметить воронку вот так воронка будет у нас вот здесь и ты сейчас будешь там делать дырку так как в прошлом я плотник мы умеем пользоваться топором выглядит это вот так нет но вы увидели да не повторяйте так не повторяйте это все делается ножовкой или сверлом только в анапе делают топором ну да и мне немножко сарказм то а то скучно будет смотреть цель такая неважно чем главный результат наша задача сделать отверстия красивая ровная так смотрим воронку всё хорошо ну конечно по чуть-чуть потихоньку сильно не будем тут отверстия делать так смотрим воронку как она у нас изумительно да ну еще от гибочку немножко сделать и то что пора артем ты смотришь учишься ли я далее смотришь давай давай как называется говори клещи еще оказывается и баре еще как еще как цанги на шведском изумительно работает кто производитель братуха твой братуха клещи идем на угол очень внимательно смотрим и думай резиночка имеет ребра логично предположить что она хорошо приклеить правильно но есть другая засада вот тут этого нет и будет протекать не в этом а под ней а под ней а что там за такое перфорированная тоже наклеивается посмотри вот резинку убери резинку резинку смотри он такой скотч ну как мы видим он не работает это причем так на каком водостоке 1 1 косяк галлики я говорил что я а маква систем внахлёст делаем потому что они текут поэтому мы предполагаем и что так произойдет делаем вот это вот двойном как бы аспекте на всякий случай лучше и враг хорошему да вот так вот раз делали теперь делаем второй раз середочке это у на 3 классная штука фальсгель но он работает только внутри снаружи он никак не работает это надо понимать надо наверно лепесточки разогнуть а вот эти вот эти не мешают вот такой красивый полукруглый да в общем то отлично подходит очень хорошо скажем так мариер ты уже мастер по установке водосточной системы галлика а после этого ролика станут все специалистами наверное как думаешь станут я или все-таки без топора не справится никак главное не умный все должно быть предельно предельно четко качественно самое главное чтобы сюда больше не возвращаться поэтому надо всегда делать один раз вазелин устанавливаем смотрим как садится на тронштейне села села вот тут у нас проблема почему сейчас мы узнаем что за проблема воронка угол ската воды сюда да и немножко туда да тут стало там стало здесь зависла да чтобы нам его просадить немного желоб у нас имеет ребра мы этого не можем сделать так просто просто делаем подрез никто ее не видит никто ее не 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 до конца не до конца вот так как бы ослабляем но не разрезаем язычки уже отвык от этих язычков раньше на всех водосточках был и было удобно их отгибать а квасистом перестал и мы всегда делаем квасист и ветер прям сегодня такой да как лучших домах лондона получилось как лучших домах анапы земляки дай на своей санам скажешь чё на набу так троллит блин а позвонили сказали каким познакомиться с вашей есть предложение можно набить отдыхать пусть к нам зайдет в гости да я тебе об этом не говорил но уже то есть можно где-то жить на халяву там да да по крайней мере побухать я люблю с бассейном внимательно смотрим для чего нам всегда надо вот на воронке что на квасистом что здесь поджимать вот так для чего вот так зажимаем вас сильнее короче да для чего когда колено трубы стоит при сильном ветре от вибрации она может вот так потихонечку двигаться в сторону до чтобы она не убегала тут ну короче вариант такой зажал все почему два кронштейна мы предполагаем что замерзла сосулька на трубе нагрузка чтобы два кронштейна как бы держали водосточную трубу я правда не знаю слышно не слышно потому что микрофон у меня здесь а ты там ну короче он сказал что здесь она сделать так чтобы на века нахлёст отлично садится по моему отлично все получается мы не будем испытывать судьбу несмотря на инструкции мы сделаем это по-своему мы сделаем лучше потому что как показывает опыт все эти соединители на любых водосточных системах вот такие вот да мы вот вот такие вот говорим они текут вот и мы все в водосточной системы делаем хотя бы 225 25 миллиметров перехлёста с герметизации естественно вот конечно соединитель тоже снизу поставится вот как еще одна защита но опять же повторюсь лучшие враг хорошему чуть-чуть на желобе такой мягенький хороший без проблем получается ну ли чуть-чуть лишнее надо срезать соединитель я так боюсь за этот столб как бы он на машину не у него упал на мазочку мою прекрасную да блин их много с моего работяги такие они теларгусы что не защелкивается почему потому что вон там вот это да язычок есть ну что сказать система сделана даже будет поудобнее чем на если с ней сравнивать и она не соскочит лишь полочка да да если там еще подогнуть и еще немножечко да да чуть-чуть и надо обязательно этим мокрым пальцем вытереть лишний вазелин зачем чтобы испачкаться но эстетично эстетично мы пойдем другим вот это вот аккуратно чтобы как бы ах вот ты какая не выдают да ребята скиньтесь на перчатки вот такие вот здесь 240 рублей стоит на коробку что больше эти лучше кстати да 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 цена одна но эти лучше больше держится нам коробочку коробочки там штук 50 может быть вот 240 рублей стоит не подумайте что мы попрошайничаем но мало денег мало без сарказма никуда все все эту сторону ашу ты от угла пойдешь в эту сторону к центру чтобы соединение было в центре у тебя куска анапская технология все то же самое блин я уже 21 минут снимаю сегодня ролик ты выйдет сегодня насчет пятница развратница будьте ребята аккуратно завтра на работу отвечу нет нет как его не субботника как называет им еванге евангелистов то стану субботники самое самое в этом всем хорошим в этой работе что юра делает а я у нас учится не илья у нас будет делать дальше там уже вся посмотрит все он мне говорит ну что ж я сижу ничего не делаю я говорю ну давай станешь рядом будешь сделать лоба а потом будем вдвоем еще три недели переделать пока не стоит пока надо посмотреть что как привыкнуть работе леса конечно так себе тоже слушай ну нравится мне примут этот угол полокруглый до которая но более квадратно то есть прямоугольный углом да и он постоянно норовит его куда им закосить то вот это прям идеально прямо ну вот садится да то есть на квасистыми желоб то есть угол желоб заходит желоб а сам угол наоборот этот нет то есть в одну сторону он влазит почему-то во вторую постоянно с этим проблему так надо поджать по-аннапски или ваннаму она прилечу это сразу самолета нет сарказм что как держится угол я еще пройду сниму потом как как он сможет земли нормально нету знаешь но ты видел не ты видел водосточную систему арима вот там у них заглушки здесь хорошо заглушек нету вот а там заглушки с дыркой в углу не знаю у них такие заглушки но не получилось у них у меня же есть ролик такой момент заглушка у желоба видно не видно с дыркой светится как я шел плюсов да я уже показал да да но вот этот такого герметик можно хлеба наживать как этот сергей сергей покажи покажи как это дырка заделывается вы все бюджетные желоба без всяких резинок классы готов подрежь палец 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 а то прилипнет сверху вниз надо пусть пофигу как удобно герметик хороший пахнет приятно не уксусом а вот в общем она будет держаться когда он застынет заглушка будет держаться чисто на герметике ну вот такая вот технология связаны с высочей системой там заглушку уровень конечно такое все вот кстати вот здесь у меня произошел казус так как мы понимаем что не одинаковые не идеальные у меня по идее должно быть середины разбежаться уклон желобов сторону да ну угол у меня задран относительно 0 порядка там на три с половиной или четыре сантиметра поэтому у меня ничего не оставалось делать как сделать вон в эту сторону а с того угла полностью то есть у меня вот только так никак иначе хотя хотелось но это же не страшно это не страшно почему потому что вот ендовой там у меня еще одна воронка а вы просто и в общем то в общем то не разогнул полку не разогнулся так потому что я сюда приехал видишь когда я на объекте приезжаю тебя сразу все получается вот прям моментально с первого раза где моя большая океанка такое такое так но в принципе показали уже как наружный угол ставится как желоба соединяется как делается под воронку дырка с помощью этого анапского инструмента или как его назвать древние древние инструмента ну и снимем сейчас юра дойдет снимем внутренний угол даю вот ну а пока пока я же говорил что я о чем-то вам расскажу да сейчас буду рассказывать сейчас расскажу и покажу все поставим камеру значит ребят все это водосточная система до подвесной это все одно то есть это ну элемент кровли который каждый кровищу должен уметь делать вот но у многих же вопрос откуда начинается кровля как она будет откуда вы будете делать как вы будете делать здесь он есть раз два три три трубы одно мансардное окно факра есть вен коньки вот наверное же все интересно есть яндовый узел есть хребтовые узлы да то есть хребтовые вен коньки вот думаю вам то всем это интересно сам процесс монтажа этой фальцевой кровли но есть момент есть момент от питера до отсюда от моего дома 200 километров туда-обратно ну вы поняли к чему я веду туда-обратно у меня уходит бак бензина а я езжу исключительно на сотом бензине ну в 50 процентных случаях а вот ну и скажем так уходит у меня 40 литров бензина но я потому что быстро езжу там 15 16 там с ноликом да ну вы поняли вот как чего это я все говорю плюс естественно я езжу на по дороге м11 по платной в одну сторону 450 рублей другую сторону 450 рублей вот и получается что бак бензина грубо 3 рубля и м11 получается 800 рублей то есть ну грубо говоря 4 рубля 4000 это себестоимость того чтобы я сюда приехал только поснимал вот поэтому если хотите что-то здесь чаще снимал и да я там в описании номер карты оставлю это закидываете на бензин вот и вот чем больше накопится прям так обычно на бензин в город новгород вот я буду со чаще приезжать тем более это я говорю себестоимость того чтобы я снимал то есть я по сути ничего то не зарабатываю на еждевение у бабушки бедный родственник вот ну ладно жаловаться все не но это правда из приезд сюда находится в 4000 рублей то есть мне ниоткуда денег не прилетает с воздуха не поэтому очень накладно выходит я уже где-то в комментариях по моему недавно жаловаться все это не надоело что все это накладно весь этот youtube все снимать показывать вот поэтому как то вот так вот вот и пока юра там с внутренним углом разбирается ты когда юра будешь готов позови я богат объясняю попрошай попрошайничаю на бензин давайте покажу еще что значит по поводу того откуда чего начинается да если еще видите есть такой переход значит у нас на этой крыше вентилируемыми коньками будет этот хребет этот хребет полностью этот этот здесь 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 и здесь вот только будет посередине вот здесь его будет вполне хватать вот эти будут простые не вентилируемые вот и такой вопрос у вас на всех будет да я почему попрошайничаю это что учащим чтобы приехать я собираюсь приехать во вторник это будет так сегодня двадцать третий двадцать пятый двадцать седьмого числа и мы прям нарисуем на этих скатах вот полоски картин как откуда и почему мы пойдем как будет замонтироваться эта крыша вот я думаю это ну будет многим интересно и познавательно со всеми этими нюансами возможно заснимем обходы трубы вот это опять же все зависит от того вернее все зависит финансов я не буду есть сюда и сделать эти работы или снимается здесь пока юра здесь не имея другого источника дохода а мне надо тоже ездить и где-то работать вот она семью кормить такое так что вот так вот вот я думаю это все понимают вот ну отступление сделали пожаловались попрошайничали так что мы сегодня еще не сделали а а осталось вот же осталось показать как юра ставить внутренний угол так конечно угадал я же тут нахожусь ты же знал что я приеду да или я он тоже видишь со своей хорошей энергетикой думает а ильюхой наш я говорю илюху сеть но да ну да ну да ну да я подсказывал юре как надо сделать все эти лавры на себя забирают приходите ко мне в колледже я вам покажу далее ты когда илья получается на соревнование 16 мая по моему соревнования до 10 мая 10 12 13 3 дня ты должен в колледже потренироваться правильно ну вот я при возможности приду был тебе помогать смотри какие кого телефон прям часы блин так а суда уже жила подрезали болгаркой инструментов он лежит давайте но смотри у нас еще какой плюс есть у нас же в этом месте яндова получается тоже на полукруг выходит с капельником правильно вообще будет эстетика эстетика будет на высшем уровне так и сразу же там наружные по веселуха то какая веселуха я наверное все сделаю наверно пойду и этот как его сниму там где сетка до лобовуху делал это я же вчера тоже не снял вернее снимал но пришел и оказалось что не снял пока вы есть готовите все ставим на паузу и вот мы добрались до обшивки до крюков просто вот хотел показать узел то есть перфорация везде идет мембрана приклеена к капельнику конденсата уже если вы посмотрите чуть раньше показывал да то есть когда элементы цеплялись есть такой отгибчик вот здесь это капельник он еще цепляется за это отгибчик потом на капельник конденсата клеится там мембрана дешманская от тех на рекой вот вот такая вот красота получается какую сторону пойти что что ли я там просят вашу машину убрать кто кому моя машина мешает сейчас сейчас уберу мешать какой-то мусоровозка моя мазочка представляете сейчас кому-то будет там мусоровозка мешать вот здесь уже тоже повешено все элементы вот как они смотрятся обратите внимание красота красота еще ни у кого такой нет а а когда будет все уже зашито здесь аквапанелями вот эти места и потом покрашены сделаны фасад все это будет готово это будет очень красиво да ну что пойти забраться с этим мусоровозчиком если приложение ролика не будет с углами значит меня увезли в этом же мусоровозе так ну вот я снова появился мусоровозчик оказался добрый такой новгородской парень вежливо попросил убрать машину и убрал мусор покажу красотка моя стоит ну и пока тут ходил разбирался кому что мешает юра уже один желоб отрубил же 2 отрубил желоба блин хотел показать как же так ровно от отрубливаешь этим инструментом а что сказать ну как вот так вот приходит годами так же как и не делишься ты секретами не делишься надо работать просто брать и работать я с тобой согласен я вот говорю подписчикам своим карточку внизу оставлю а тут это же работа приезжает снимать я все попрошайничаю не но вот видишь микрофон подарили бесповодной боя дрон подарили за столько сарей я тебе больше а кто на меня эти одежды возлагал ну он просил не говорить но он просто видишь я же снимаю получается дно крыши ну так ходя по крыше а он хотел бы чтобы крыши снимали еще и сверху вот то есть но вид совсем другой 15 мая приедет после ремонта после того как я ее на нем немножечко влетел неудачная фигня случилось лопасти лопасти ерунда вот больше всего с камерой отключил отломал отсюда вот сказали больше не влетать это очень дорого лопастями зацепился за карниз так а у него разве нету сенсора есть так вот этот человек который мне его подарил сказал отключить сенсоры подлетай поближе но как всяким элементом но я отключил да 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 то есть не я виноват не я поэтому я больше не буду их отключать вот юра и соединил что это туго сколько разных манипуляций вот я сразу об этом сказал я просто не слышал илья что слышал юра слайд вон там все будет нормально или я у нас скромно сидеть смотрит ну скоро начнется скоро понесется самое интересное да картины ложить начнется именно то ради чего будем так говорить это вроде как пришел на пальцевую кровлю а ей тут почти не факт очень много вещей которые не видно кровли прошло столько времени а мы вот что-то не как не начнем тут накрывание подготовка подготовка и подготовка покажу вам на каких лесах работает юра в комментариях вы его там назовите как-нибудь не хорошими словами я тоже читаю комментарии я запомню кто это сделал так что больше пишите а ты подписан на канал ты тоже будешь участвовать в розыгрыше ну я не знаю не знаю мне нельзя скажут короче это как бы тут это я вообще думал другу аккаунт создать короче и выиграл такой сам выиграл такой да 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 свои же и выиграли не 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 своих нет своих точно не будет потому что это будет ну неправильно с одной стороны вообще как бы это инициатива моя я не помню что какие-то каналы делали что-то подобное ну связанные с кровлями да да нет а мне захотел все таки сделать на кону уже 35 рублей представляешь может быть даже вот три призера два по десять а нет два по десять или один по десять потом два сертификата с магазина по пять и еще Дениска который херак и новый день из канала ров мото тоже сказал кому-то он этот пять тысяч тоже подарит что не так такая чуйка что резинку вам может поставить был чуть-чуть да они да нет нет я правильно сейчас мы тут посмотрим где-то я видел рунотекс вылез все по богам и вот здесь вылез тоже рунотекс вон ну здесь это нормально так должно быть ага это вот с лицевой стороны чтобы у нас все красиво было ну выглядит как-то так ну выглядит знаешь выглядит она будет когда был здесь стоять уже капельники и все такое тогда она будет смотреться еще лучше пойти вниз и оценить труд как он выглядит да да и ехать мне уже наверное надо что здесь снимать да я тут уже рассказал примерно что нас ждет вторник ну это опять же с условием если у меня будет денег сюда приехать да приехать еще мне не нравится мне не нравится вот и немножко быстро ставишь что и когда ну говорят в камеру так вот это вот фигня а это чип и чипендейл да да ну я думаю знаешь может какие-то моменты ускорять а какие-то там знаешь чтобы более так ну нормально было не какие-то можно да но я просто знаешь она сидишь думаешь вот какие-то вещи делаешь делаешь думаешь вроде разговор то ни о чем поэтому можно его немножечко ускорить только вот так пойдем только вот так и поэтому еще раз говорю раскомандовался да илья пойдемте вниз посмотреть что там у нас снизу смотрится включаем камеру смотрим снизу откуда начинаю смотреть с какого места пойдет в кругах да давай давай посмотрим отсюда ну да да прикольно ты делал закругление очень прикольно смотрится кстати да какой то как его скажи натуральный черепица да показать а отсюда все равно не видно вот сейчас домик обойдем немножко показать вам вот был бодром бы сейчас я бы полетал рядышком аккуратно ну вот они сегодня поставят основную часть желобов на крыше завтра суббота завтра поставят уже везде капельник сам карнизный который отпускается в желоб и понесется крыша да я говорю сегодня сюда не поставите желоба ну нет то есть завтра у вас я заканчиваю желоба может быть карнизки поставлю все может быть если успеет значит если что ну без разницы какая разница во вторник в любом случае там ставить силовую планку карнизки там полчаса делов они у меня всегда нам будем на созвонимся что в среду до встречаемся рисуем еще непонятно если еще закину просто видишь я тут на мили сижу можно сказать последние последние эти вот нельзя материться смотри я бы сказал этот желоб так полукруглые углы да да натурально черепицы тоже углы полукруглые надо надо теперь на пальце придумать полукруглые концы какие-то такие а у нас ендово полукруглая будет ну ендово да еще коньки будут коньки полу и танцы а то саму форму конька менять не но я давно уже хочу форму конька заменить на что-то более другое не модернизировать его знаешь там как сделал там алексей подвох линий добавил на изломе да а в принципе вообще поменять всю концепцию чтобы он не был похож ни на ну ка не посмотри никакую крышу чтобы не было похоже это было что такое индивидуальное да все равно что-то надо новое ну и ничего так ты смотри смотрится мне нравится да отлично отлично смотрится какая подшипка очень необычен так вот ну ты женьки по фотографируешь для инстаграм выберешь кадры все таки вот решение правильно угол подшипки желоб ниже не опускать чтоб как бы косая подшипка вышла и вот он уровень желоба если бы его ниже опустили бы он бы висел знаешь как будто его потом прилепили блин ко мне не надо а кстати снег задержание когда придет ну не привезли в униону но они будут орема говорим орема отлично надо сдают пальцем мастер пришить у меня такая же есть но я понимаю только сюда пришли или надо еще пять курток орема и штаны и обувь и вообще полностью экипировать а то какие-то вы нечестные но все на все на этом мы заканчиваем мы сейчас попьем кофе я поеду домой вот надо на бочку залезть но это уже ты будешь фотографировать в бочке можешь что крышу он сфотографировать кстати вам видео как желоба над стены да и шпать свою кровлю большими листами и желоб вот заложила снегозадержание на навесе я сначала смотрю а где снегозадержание это металлическом каркасе ты понимаешь она стоит крепко и надежно но вопрос для чего вот как-то но это новгородские технологии вот забор прикрутили на крышу вот же забор да вот забор и а крыша забор вот а вот желоб от стены погнуло не умеет делать на стены желоба как не надо делать все ребята всем счастливой если что смотрите в описании там будет такой восьмизначный код забрасывайте на бензу я приеду интересный контенте к вам запилю отвечаю как король начинается с чего дум делается будет интересно обещаю хирак я оказывается не заканчивается забыл потроллить одного этого человека которая был в москве там недавно у него на канале есть с таким лицом сами какие щеки то неудачные ракурсы посмотрите вот в кепке постоянный сергей иванович то ли его зовут привет этого брат короче канал у него есть ров мото что-то там пальцевые кровли какие-то делает повторюсь ничьи постоянно у нас то коньки это желоба то что-то еще короче там еще прикиньте говорит знаете что это я все придумал это вы у меня все скопировали и вы просто первый канал завели и вот типа первые это вот но показываете а придумал это все я представляете вот такой вот херак у него вот вы к нему там зайдите канал называется рув мото английскими буквами вот напишите там ему пару ласковых слов от меня сейчас какой-то фундамент заливает под цех потом будет там делать интересное ну короче вы к нему зайдите дайте ему там хороших таких пролетарских словечек чтоб сильно этот ну так и хочется сматериться знаете но не буду все таки живем в петербурге все всем пока на этом счастливо